Главный итог 2023 года для Алтайского края – новая планка валового регионального продукта. Она превысила триллион рублей. Этот рекордный показатель обсудили на заседании правительства, посвященному социально-экономическому развитию региона. И его очередное достижение – зарплаты жителей края. Их прирост, говорят собравшиеся, составил в среднем 17%. Главная роль в этом вопросе отводится промышленности, где индекс показал 105%. По предприятиям обрабатывающих отраслей средняя заработная плата увеличилась на 24,5% и превысила 51 тысячу рублей. Максимальный прирост зафиксирован в производстве одежды и выпуске готовых металлических изделий – плюс 41%. Другие немаловажные сектора экономики тоже неплохо развились и окончательно освоили новый рынок сбыта, вследствие чего увеличился и объем изготавливаемой продукции. Речь в первую очередь о фармацевтике. Ее производство выросло примерно на четверть. Стоит отметить, что оно три года подряд демонстрирует стабильное превышение плана более чем на 10%. Что касается пищевой промышленности, то индекс дошел до отметки в 109%. Общий выпуск пищевых продуктов превысил уровень 2022 года. Индекс производства составил 109,1%. Опережающая динамика производства получена в мясной промышленности – 118%, рыбной – 120%, масло-жировой – 127% и в производстве прочих продуктов. А вот сельхозпромышленность в прошлом году, откровенно говоря, не блистала – 93%. Притом, чистая прибыль алтайских сельхозпредприятий по итогам 2023 года снизилась почти в два раза. Причины логичные. Цены на культуру с конца весны упали. Подкачали также растеневодство и погода. До середины лета была долгая засуха, а во время уборочной обрушились дожди. В прошлом году в крае собрали 4,5 миллиона тонн зерна сельхозтоваропроизводителя. Это на 20% ниже предыдущего года рекордного и на 10% ниже, чем средние пятилетние значения этого объема. По объему производства сельской пшеницы, овса, гречи, халатайский край сохранил лидерство в среде регионов России. В целом, по валу производства зерновых и зернового культур займут 9 место. Площадь посевной территории в этом году останется примерно на том же уровне – почти 5,5 миллионов гектаров. Не исключено, что аграрии могут увеличить объем посаженной яровой пшеницы, овса, чменя и масличных. Притом, приоритетными задачами в этой сфере для края остаются машиностроение, селекция и генетика. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.